«Я догоняю, ты убегаешь». Могут ли сложные математические инструменты применяться в биологии? Могут, если биологи изучают сложные динамические системы, например взаимодействие разных видов животных в естественной среде. Американец Альфред Лотка и итальянец Вито Вольтера разработали модель, позволяющую описывать, как будет меняться поголовье хищников и их травоядных жертв в зависимости от множества превходящих условий. Это наш второй материал о самых интересных дифференциальных уравнениях. С первым можно ознакомиться здесь. Если вы читаете нас с телефона, переключайте страницу на десктопную версию, так вы сможете увидеть интерактивный график целиком. Изначально Альфред Лотка вообще не планировал создавать никаких математических моделей. Он собирался разработать новую предметную область физическую биологию и поэтому начиная с 1902 года стал публиковать небольшие статьи, посвященные этой теме. Параллельно с этим его все более интересовало применение математических методов в биологии. Идеи Лотки, однако, не получили широкого распространения. В то время американский ученый не имел широких связей в научной среде и работал в одиночестве. Ситуация изменилась в 1920 году, когда статьи Лотки привлекли внимание биолога и статистика Раймонда Перла, который нашел в них близкие для себя идеи. Перл интересовался ростом популяции в пределах одного вида. Лотка написал еще одну статью, и Перл помог продвинуть ее в Ведущий американский журнал для публикации оригинальных научных исследований в различных областях. Поделиться. Где? X. Численность жертв, травоядных. Y. Численность хищников. Вероятность того, что травоядное размножится. Вероятность того, что травоядное будет съедено хищником. Вероятность того, что хищник умрет от голода. Вероятность того, что хищнику хватит еды на дальнейшее размножение. Из системы сразу следует, что если жертв нет, X равно 0, то хищники будут вымирать экспоненциально с неким начальным коэффициентом. Согласно управлению. Поделиться. Схожую ситуацию получаем при полном отсутствии хищников. Y равно 0. Поделиться. Рост жертв получается экспоненциальным с некой заранее заданной константой. Стоит отметить, что в данной модели принимаются несколько допущений. Количество пищи для травоядных не ограничено. Ни жертвы, ни хищники не эмигрируют из среды. Никакие другие животные не эмигрируют в среду. Данная модель не учитывает вымирание животных по причине старения и прочих внешних воздействий. Ниже можно посмотреть, как будут меняться размеры популяции в зависимости от заданных начальных условий. Если вы читаете нас с телефона, переключайте страницу на десктопную версию, так вы сможете увидеть интерактивный график целиком. По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной размеры популяции жертв, синий, и хищников, красный. Особые точки. Найдем особые точки, которыми обладает система. Поделиться. Понятно, что при x0, равно 0, y0, равно 0 особой точкой будет как раз 0, 0, но этот случай не интересен, так как в нулевой момент времени животные обоих видов отсутствуют и, что логично, дальше не появляются. Гораздо более интересные вещи происходят в ненулевом случае. В зависимости от начальных параметров будет меняться особая точка такое значение размеров популяции животных, когда обе популяции остаются неизменными и сбалансированными. Если же начальное условие не попадает в особую точку, фазовые кривые будут идти вокруг нее, образуя бесконечное циклическое колебание, о котором как раз и говорили Лотка и Вольтера. То есть количество особей одного вида будет расти, другого падать, затем наоборот. И так в течение неограниченного количества времени, в разумных пределах, конечно. Ниже можно поиграть с параметрами и посмотреть, как будут меняться популяции животных в зависимости от начальных условий и констант. По горизонтальной оси отложен размер популяции жертв, по вертикали хищников. Миграция животных. Существует усложнение стандартной модели Лотки и Вольтеры, при котором учитывается миграция животных. В такой модели система принимает вид. Поделиться. Где? CX, DX. Миграция травоядных и хищников соответственно. Причем функции могут задаваться двумя разными способами. В первом случае. Поделиться. То есть в каждый момент времени особей обеих популяций константно мигрируют. Второй случай менее примитивен. Поделиться. То есть функции показывают отношение мигрирующих животных к общей массе. Для обоих случаев верно, что при положительных константах CETI особи будут пребывать в среду, при отрицательных покидать ее, а при нулевых миграции не будет. При данном задании модели возможны различные интересные комбинации миграции двух видов животных. Рассмотрим ниже пару примеров, чтобы было понятно, как это происходит. Миграция травоядных в среду рассмотрим случай, когда мигрируют только жертвы по второму способу задания функций, то есть. Поделиться. Найдем особые точки. Сразу рассматриваем случай, когда размеры популяцию не нулевые. Поделиться. А теперь исследуем ситуацию на устойчивость. Найдем якобиан и собственные значения. Поделиться. Если А равно 0, то получаем особую точку типа центр, иначе фокус. Причем, если А 0, то точка будет устойчивой. Если А 0, то неустойчивой. Миграция хищников в среду проделаем все то же самое для случая, когда хищники пребывают в среду, а травоядные не затронуты процессами миграции. Поделиться. Опять найдем особые точки, а точнее, одну особую, так как случай, когда жертв нет, неинтересен тогда хищник и просто вымрут. Поделиться. Теперь так же, как и в предыдущем случае, исследуем особую точку. Поделиться. Приходим к такие же выводам. Если А равно 0, то получаем особую точку типа центр, иначе фокус. Если А 0, то точка будет устойчивой, если А 0 неустойчивой. Ниже можно поиграть с начальными условиями и понаблюдать, как они сказываются на поведение системы. По горизонтальной оси отложено время, по вертикальной размере популяции жертв, синий, и хищников, красный. По горизонтальной оси отложен размер популяции жертв, по вертикали хищников. Многомерный случай Вито-Вольтера вывел уравнение для Н мерного случая, которые записываются в виде. Поделиться. Здесь. X1. Точка. Xn. Размеры популяции. Н. Различных видов животных, взаимодействующих в одной среде. X. Вектор, составленный из этих неизвестных. Параметры в векторе. А. Отвечают за успех, вероятность, рождаемости. Ре. Ноль. Или смертности. Ре. Ноль. Матрица А отвечает за взаимоотношения между животными разных видов. Так, значения. Which. Отвечают за то, как влияет вид. J. На вид. I. Например, если оба значения. Which. A. Положительные, то особи получают вагоду от взаимодействия. Если оба отрицательные, то они враждуют между собой. Если же. Which. Ноль. A. G. Ноль. То вид. I. Будет хищником. А вид. J. Жертвы для него. Значения. A. 2. Отвечают за воздействие вида на самого себя. Для приближения к реальности они полагаются отрицательными. Что вполне разумно. В качестве примера рассмотрим случай. N. Равно 2. Тогда изначальную систему модели лотки Вольтера можно переписать в виде. Поделиться. Тут параметры. Можно понимать как вероятность того, что животное причинит ущерб само себе. Чтобы понять и протестировать, как меняются размеры популяции. При добавлении новых параметров. Можно использовать графики ниже. По горизонтальной оси отложено время. По вертикальной размере популяции жертв. Синий. И хищников. Красный. По горизонтальной оси отложен размер популяции жертв. По вертикали хищников модель лотки Вольтеры дала старт для описания моделей взаимодействия живых существ и процессов. Из нее выросло много дополнений, расширений и аналогов, парочку из которых мы рассмотрели в этой статье. И сегодня модели типа хищник-жертва помогают анализировать самые разные процессы, от биологических до экономических. Артем Беляков. Литература. Кинсленд, С. Альфред, Дж. Лотка и the Origins of Theoretical Population Ecology Слэш-слэш-пназ. 2015. Анезу, М. Лотка, Вольтеру and their model. 2014. Тейко-Ютахара, МКАГ Асимтотик Стабилити of a Modified Лотка-Вольтеру Model with Small Immigrations Слэш-слэш-Натур. 2018. Поделиться. Слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-слэш-